Бесконечные леса, болота, пронизывающие их паутина рек и лоси – так себе чаще всего представляют полесье. Этот мир дикой природы удивляет своим разнообразием, а жизнь процветает вопреки всему. Здесь уживаются смелые и коварные создания, животные охотники и их добыча. Они вооружены самыми невероятными ухищрениями, чтобы приспосабливаться и выживать в суровые зимы и в периоды засушливого лета. История природы этого края – это борьба со временем и силами природы. На эти земли претендовал самый страшный хищник – человек. Но природа не сдалась, все же сохранив свое нетронутое первобытное состояние – дикое полесье Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Полесье лежит в огромной, простирающейся на сотни километров влажной низине. Охватывает территорию сразу нескольких стран. В Украине полесье простирается с северной части, тянется полосой более тысячи километров от Польши до России. Часть этих природных угодий стала заповедной. Брянский лес, болото, пойма Десны, озера здесь живописны даже зимой, укрытые снегом и льдом. Деснянско-Старогудский национальный парк – самый северный в Украине. Ему свойственны черты таежной местности. Заснеженный лес производит впечатление сказочного. Огромные снеговые шапки тяжелым грузом лежат на кронах деревьев, и только редкие порывы ветра, пробирающегося сквозь упрямые стволы, избавляют ветки от их непосильной ноши. К началу декабря мелкие притоки Десны замерзают. Десенка и ее долина погружаются в ледяную дрюму. Как раз в эту пору могут произойти самые неожиданные встречи, например, с норкой, пугливым, но очень любопытным зверьком. Она уникальная встреча. Однозначно за всю мою практику 12 лет нам не предоставлялось такой возможности, так увидеть и зафиксировать именно. Даже если вода недостижима, этот зверек не умрет от голода. Кроме рыбы, в его рационе мелкие грызуны, зайцы и даже андатры. Сама природа сделала норку идеальным охотником. Она может съесть любого, кто меньше по размерам, как на берегу, так и в воде. Для обитателей полесских лесов снег – тяжелое испытание. Из-за него приходится искать пропитание в довольно суровых условиях. Нельзя расходовать энергию впустую. Лосем приходится обходиться корой и тонкими ветками деревьев. За зиму это крупное животное может потерять пятую часть своего веса. А вот дятлу обыкновенному и зимой живется неплохо. Особенно если кора дерева стала трухлявой. Он с легкостью может добраться до маленьких, но очень питательных личинок. Приспособились к голодным временам и мелкие птахи. Зимний лес только кажется тихим и пустынным. Но прислушиваясь, улавливаешь звонкое щебетание. Это мало похоже на весенние трели, скорее сигнал об опасности или призыв слетаться на обед. Без взаимовыручки в суровую зиму не выжить. Оставшиеся с осени плоды на деревьях – спасение для мелких пернатых от голода. А если человек о них позаботился, то зима этим тахом и вовсе нипочем. Овсянкам, синичкам, поползням силос на подкормочных площадках пришелся по вкусу. Особо запасливые поползни приберегают съестное, старательно заталкивая клювом под кору дерева. Найдут ли они свои запасы потом – неизвестно. Но инстинкт самосохранения срабатывает даже у таких мелких птиц. Этот жизненный уклад существует здесь с тех самых пор, как только появился лес. Хотя древних природных уголков осталось не так много. Например, те, что оказались непригодными для сельского хозяйства. Урочище Баромля – уникальный лесной мир. Старый ясенево-дубовый лес окружает живописные озера. Они тянутся длинной цепочкой, плавно переходя из одного в другое. Когда все вокруг покрыто снегом, а водные блюдца скованы льдом, их можно распознать по полоскам деревьев или кустарников, окружающих берега. В урочище Баромля – показательный пойменный лес. По сути, это то, что осталось от тех лесов, которые когда-то покрывали почти всю пойму сейма. Еще во времена Киевской Руси эти леса начали вырубать и превращать пойменные участки в луга. Только небольшая часть сохранилась в первозданном виде с природной лесной растительностью. Погружаясь в трущобы дикого леса, еще больше убеждаешься в его древности. Не сразу заметен за стволами деревьев силуэт грозного императора леса. Наделив его грузным и мощным телом, природа позаботилась о том, чтобы сделать его менее заметным. Уплощенные формы животного легко скрываются в зарослях деревьев. Еще 6-7 веков назад такая встреча мало кого удивила бы. Тогда это крупное травоядное животное существенно влияло на формирование леса. Питаясь в основном листьями деревьев и съедая их огромное количество, зубры преображали лес, делая его менее густым и более светлым. Уже лет 500 зубры не имеют существенного влияния на формирование растительности. Их численность значительно сократилась еще во времена Киевской Руси. Уже за часы Киевской Руси, уже тогда этот зверь стал редким. И это уже стал редким, этот зверь. Теперь эти редкие животные и вовсе наперечет. В Украине число зубров едва достигает трех сотен. И хотя подобные встречи уникальны, среди лесного зверья первенство остается за ним, величественным и сильным императором леса. Впрочем, перед испытаниями суровой зимой все обитатели равны. Им приходится терпеливо ждать, когда эти уникальные места вновь проснутся, и жизнь снова забьет ключом. К концу марта солнце на Полесье наберет достаточно силы, чтобы растопить снежное объятие зимы. Когда лед растает, талая вода отправится в путешествие по Десне за тысячи километров к Черному морю. Она пронесется по долинам, через раздавшиеся берега рек и вернет к жизни все вокруг. Приток Величественного Днепра скоро получит больше воды, чем сможет вместить и разольется. Здесь вода никогда не подчинялась человеку, особенно в половодье. Это вольная стихия. Она заливает все, что ей под силу. Весенние луга на ее берегах превратятся в огромное озеро. Зато потом река обогатится рыбой, а берега — луговым разнотравьем. Десна, как в давние времена, остается рекой-кормилицей для человека, источником жизни для растений и животных. Хотя не всем удастся пережить эти лишения, оказавшимся под водой насекомым точно не выжить. А тем, кому повезло, продолжат свой жизненный цикл, принося пользу лесу. Муравьи, проснувшись одними из первых, греются в лучах весеннего солнца. В организме муравьев содержится вещество, которое позволяет замедлять все процессы жизнедеятельности, на период холодов. Так что время пробуждения у муравьев напрямую связано с приходом тепла. Эти суетливые города оживают и постепенно обновляются неутомимыми строителями. В природе все гармонично. Одни насекомые сеют растения, другие уже готовы к опылению. Как только сходит снег, под редким пологом леса распускаются цветы, покрывая опушки разноцветным ковром. Окружая еще голые деревья, хохлатки, анемоны, гусиный лук призывно благоухают ароматами, привлекают яркой палитрой пчел, шмелей, мух. По сути, в этой климатической зоне лес должен оживать в начале лета, но благодаря первоцветам дыхание жизни здесь ощущается значительно раньше. Царит оживление и на Деснянской пойме. В зарослях тростника колония болотных птиц устраивается на жилье. На воде и мелководье плещутся водоплавающие утки, гуси, кулики. Над рекой кружат хищники, присматривая добычу. Здесь настоящий земной рай для пернатых, для большинства из которых здесь временная передышка при перелете к местам гнездования. Для многих лесных жителей ранней весной воздух полон любовью. Гонцы весны, лягушки и жабы, готовые к размножению, громко зазывают себе пару. Как правило, каждый вид квакает по-своему. По этим индивидуальным звукам можно распознать, ведь лягушек или жаб спариваются и откладывают яйца они только в воде, так же, как рыбы мечут икру. До конца лета потомство жаб и лягушек проходит весь метаморфоз, прежде чем отряд бесхвостых пополнится взрослыми особями. Но любвеобильным амфибиям не стоит терять бдительность. Красноречивые отметины или отпугивающий запах, напоминающий об их отвратительном вкусе, некоторые хищники полностью игнорируют. Хотя чесночница вряд ли станет легкой добычей, почуяв опасность, тут же зарывается в грунт. Специальные ороговевшие бугорки на лапках позволяют лягушке очень быстро исчезнуть из виду, оставив длинноногого охотника с носом. Пойма – родной дом для самого грациозного местного обитателя белого аиста. Весенний шведский стол из лягушек и рыбы позволяет птицам восполнить энергию, потраченную на перелет из дальних африканских краев, где они зимовали. В легендах аисты доставляют новорожденных счастливым родителям, но здесь, в Мезине, их занимает скорее рождение собственных отпрысков. Аисты находят себе пару на несколько лет и могут год за годом возвращаться в одно и то же гнездо. С появлением потомства крылатые странники вдохнут новую жизнь в здешнее село на несколько месяцев. Смена времен года влияет на облик ландшафтов Мезинского национального парка. Большинство деревьев оделось в густую листву и в лесу стало гораздо темнее. Отступившая вода открыла изумрудная луга, покрытая ароматным свежим разнотравьем. С вершины пузыревой горы видны сверкающие блюдца пойманных озер и старец удивительных, причудливых форм. Эти места пересекает извилистое русло древней Десны, воды которой все так же стремительны, а берега, как и прежде, соединяют канатные паромы. Сменяя первоцветы, склоны яров и балок заселяют долгоцветущие летние растения. Береговые склоны усеяны россыпью лазурных, как море, цветов. Торфянистые луга и болота небольшими островами встречаются в пойме и на боровой террасе Десны. Они небольшие по площади, зато удивляют разнообразием. Здесь можно увидеть почти все типы полесских болот разного возраста, даже доисторического происхождения. Вопреки суровым условиям растительность на болоте обильно разрастается, а вместе с ней растет и болото, поднимаясь на 1 мм в год. Этому патриарху спешить не пристало, его темп жизни 1 метр торфа за каждую тысячу лет жизни. Вопреки всему, жизнь берет свое. Первоначальный облик болот, как и всего Полесья, восстанавливается. Совсем скоро изменится и природная палитра. На смену зеленым придут яркие, красно-желтые краски, которые постепенно растворятся в черно-белой гамме. Жизненный ритм всего живого замедлится, но это не значит, что природа перестанет нас удивлять. Этот мир все так же будет полон загадок и тайн, а самое любопытное еще впереди. Открывайте неизведанную Украину, путешествуйте вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok